Залодим палочку за спину, взяли по краям, начинаем с правой руки, правая рука нас подталкивает левую и поднимаем в сторону, стараемся стоять ровно. Палочки для ровной осаночки. Так шутливо называет это упражнение инструктор алтайского врачебно-физкультурного диспансера, где наблюдает как профспортсменов, так и тех, кто просто занимается физической культурой. Для Юлии такое занятие лишь легкая разминка. Девушка мастер спорта по хоккею на траве. Пошла в спорт не просто так. В детстве слабый иммунитет хотелось укрепить. Со временем я уже адаптировалась и стала меньше болеть. Мы тренируемся в любое время года. Единственное, что хоккей на траве – это больше летний вид спорта. Но тем не менее зимой мы тренируемся на улице, играем в футбол, иногда играем в хоккей, на льду, на коньках. Простуда уходит бесследно, но беречь себя приходится тщательнее. Большой спорт – риск частых травм. Для этого в диспансере есть особые специалисты – врачи по спортивной медицине. Они помогают юным спортсменам сбалансировать уровень нагрузок или помочь реабилитироваться при травме. Проверять детей, которые систематически получают приличные физические нагрузки, занимаются в спортивных школах, клубах. Основная задача – это не просмотреть какую-либо патологию, уже имеющуюся у ребенка, или, возможно, которая может появиться вследствие больших физических нагрузок. Сюда могут обратиться не только профессиональные спортсмены, но и те, кто сам по себе активно занимается спортом и физкультурой и хочет получить консультацию по закаливанию, оздоровлению, питанию или начать с малого, например, с оздоровительной гимнастики. Ребятишки, которые занимаются спортом, занимаются оздоровительной гимнастикой, во-первых, они более усидчивые, у них лучше память, потому что усвояемость идет лучше. Если человек занимается оздоровительной гимнастикой, значит, организм получает дополнительную оксигенацию головного мозга, поэтому память у ребенка будет лучше. Также не всем желающим посвятить себя профессиональному спорту специалисты дают зеленый свет. Выдержать интенсивную нагрузку способны немногие. А для тех, кто хочет просто встать на тропу оздоровления, но откладывает это до очередного понедельника, совсем не обязательно гонять в марафоны и в дождь, и в снег. Такие прогулки для заядлых зожников добавляют врачи. Новичкам можно начинать с малого. Ежедневная зарядка и постепенное увеличение нагрузки. Главное при нашем малоподвижном образе жизни – почаще разминать спину. Именно она помогает нам не прогнуться под весом тяжелых будней. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.